Есть два момента, два подхода, которые на сегодняшний день предлагают решение. Покажите второй слайд. Покажите, покажите, не бойтесь. Это выступление Александра Ивановича Бастрыкина перед молодыми юристами Санкт-Петербургского университета. Простим ему, что он не знает количества национальных проектов, он считает, что их пять. В конце концов, ему не до ерунды. А вот на то предложение, которое он делает, для того, чтобы наконец-то убедить Александра Николаевича Шухина участвовать в национальных проектов. А нет, это к Репику относится. Это он в чем-то был не уверен. Александр Иванович предлагает принять закон, который обяжет бизнес, строго говоря, участвовать в национальных проектов. И потом не обращаться к олигархам не с просьбой Александра Николаевича, а предлагать исполнять этот закон. А ведь вариант. Ну и наконец, та уверенность, которая создается в нашей экономике, для того, чтобы сейчас вот всем проникнуться этой уверенности, я хотел бы предложить третий слайд. Максим Станиславович, выступая перед инвесторами, в конце февраля сказал, что изменение меры пресечения в дерево Клакалви на домашний арест хороший знак для инвестиционного климата. Коллеги, это на самом деле очень тонкое наблюдение, которое действительно фиксирует, что находиться дома лучше, чем в Лефортово. Кстати, для всех присутствующих я рекомендовал бы эту мысль министра экономического развития тоже усвоить. Ну а теперь, если можно, по сути, того завтрака, о котором мы говорили, о тех проблемах, которые возникают, они на самом деле намного глубже. Вот вы посмотрите, мы создаем количество льгот, которые мы принимаем для бизнеса, вот там Александр Николаевич говорит, ему еще какого-то закона не хватает, то уже в налоговый кодекс плюнуть некуда, там одни льготы, куда ни плюнь, попадаешь в налоговую льготу. У нас на сегодняшний день, на сегодняшний день, по итогам первого квартала, сальдированный результат компании плюс 49%, а при этом спад инвестиций 1,3%. У нас на счетах компании на 1 января этого года 28 триллионов рублей, вместе со счетами, которые на депозитах граждан, это три федеральных бюджета. Но они не инвестируют. Почему? Да просто потому, что предпринимательская деятельность, это деятельность по извлечению прибыли на свой страх и риск. А у бизнеса никакого риска уже не осталось, у них остался только страх за то, что если они будут успешными, к ним придут и этот бизнес отберут. Спасибо. Спасибо. Спасибо.